Так, ну чё, всем здорово. На данном этапе дно рынка у нас ждут 3-4%, не знаю, чего вы ждёте, ждут финальный дамп, я имею ввиду, да? Ну, финальный дамп можете ждать сколько угодно, но финальный дамп уже был, причём был 5 раз подряд, если вы проебались, ну, ребят, 5 раз подряд 5-го числа, совпадение ли это, да? Ну, можете ждать, можете, конечно же, верить в чудо, что вот когда-то там мы закупимся на всю котлету на дне, ну, вам давали дно, вам давали дно 22-й год, 23-й, ну, в 24-м году даже. Даже просто дали людям закупиться, я не знаю, хуевый туча раз, то есть 4-5 раз как минимум, а то и больше, и они этим не воспользовались, понимаете? Самое донное значение, ну, потолок можно было там 5-го августа, 5-го ноября закупиться. Если вы это проебланили, ребят, ну, это был ваш выбор, поэтому, кто ждёт, ну, удачи, что я могу сказать. Вот и то даже она вам не поможет. По поводу волатильности, волатильность опять упала, ничего интересного, доминация, ну, всё ещё активно не падает. Опять же такие, ну, нудятина, да, то есть, ну, скукота, то есть, всё одно и то же. На рынке пока что медленно всё идёт, альты постепенно стактуют. Вчера был некий подъём по альтам. По поводу доминации, если глянуть, то мы увидим, что, действительно, мы приблизились 10,5%, с первой попытки, опять же таки, не пробили. USDT доминация тоже вчера подупала, сегодня опять отскок. Если USDC глянуть, аналогичная ситуация, ну, всё то же самое. То есть, всё постепенно, медленно, но уверенно идёт. Вот это самое главное, то есть, мы не сбавляем темп, и, соответственно, мы не падаем. Вот, поэтому, ну, и капа, естественно, с первой попытки, там, в тот же, там, сколько, 1 триллион мы ещё пока что не пробили. Вот, ну, на подходе к этому, поэтому парабола уже началась, и тут видно, что у нас было повышенное дно. Да, и тут, ну, просто долбоёбу понятно, что если провести вот линию, то вот у нас это обычный тренд уже идёт. Вот, и потом пошла парабола. Поэтому как-то так, если глянуть тот же самый Витховен, то коррекцию, я думаю, он закончил. В принципе, ниже вряд ли мы пойдём, вот мы уперлись в уровень зеркальный. Если глянуть по поводу эфира, того же самого, давайте посмотрим. Эфир у нас попидорил наверх, о чём я говорил, что до набор позиций полетели, до набор позиций полетели. В принципе, всё отрабатывают, эфир уже 3600, те, кто даже ждал 700 долларов, там, и так далее. Я знаю, многие блогеры вам там советовали ждать по 1500 эфир, по 1900, ну, пускай ждут, потом будут сидеть и сосать леденцы, что называется. Вот, поэтому на данном тапе, в принципе, эфир уже приблизился к тем отметкам, которые были в марте, и также отметки, которые были ещё в мае. Вот, ну и, как вы понимаете, уже эфир показал хороший прирост. Если кто держит, держите, то что там его хейтили, это специально было сделано, чтобы вы его шартили. Ну и плюс, ради того, чтобы вы продавали раньше времени, ну а он потом попидорил на шартах. Если глянуть вот здесь, то действительно, да, мы летим на шартах. Также вот у нас есть монета Solana, ENS, XRP, всё продолжает лететь, поэтому я не знаю, что вы с Сити. По Сьюи тоже аналогичная ситуация, поэтому не переживайте, держите, самое главное, монеты, ждите минимум 10 иксов. Вот, по Сьюи тоже самое, V-образная формация, разворот, выкуп, ну, я думаю, сильно ниже мы уже не пойдём. Далее, получается, по XRP тоже самое. Ну, опять-таки, уперлись в уровень полтора доллара, ну, круглая отметка, поэтому не с первой попытки пробиваем, но я думаю, в ближайшие пару дней мы всё покажем. По Stellar, многие интересуются, благодарят, спасибо вам тоже за отзывы. Вот, получается, соответственно, у нас откат, как я и говорил, ниже вот этого уровня, вряд ли мы сильно пойдём. Ну, по остальным монетам, я думаю, тоже понятно. HBAR ещё спрашивали, там HBAR тоже, по-моему, чуть выше полетел. Ну, в принципе, пока что лютого полёта прям нету, но здесь, скорее всего, идёт до набора позиций, как и по остальным монетам. ENS, ещё Ethereum Service, я тоже её советовал, тоже монета полетела, я говорил, покупайте. То есть, можно было ещё вот здесь добирать в ноябре. Если кто-то брал, напишите в комментах, соответственно, покупали вы, либо нет. Ну, вот монета уже примерно 2,5x показала. Поэтому, ну, в принципе, это только начало, естественно, потому что здесь, как я и сказал, на эти отметки мы уже вряд ли вернёмся. То есть, дно было у нас 22-й год, также там лето осень 23-го. После этого мы пошли на данный набор позиций в апреле, и вот здесь тоже можно было бы добрать. Поэтому, ну, как вы понимаете, лой мы уже не обновляли, поэтому кто успел, тот и сел, что называется. Вот, по поводу там того же доги с шибой, допустим, многие спрашивали, стоит ли ждать. Я думаю, да, стоит. Сейчас опять идёт данный набор позиций. В принципе, уже мы практически достигли половины вот этого движения. Вот, поэтому я думаю, мы увидим в лёгкости перехай по доге в этом цикле. Поэтому, ну, надо ждать 25-й год, а там уже будем смотреть ближе к весне. Я думаю, что-то увидим. Мэр Ванкувера, получается, это канадский Ванкувер, да, предложил биткоин-диверсификацию городской казны. Ну, опять, биткоин-загон, всё по классике. Эксперты почитали долю публичных компаний с биткоин-стратегией. Ну, и сказали, что только 0,01% владеют первой криптовалютой. Такие оценки получили ОКГИ Ресерч. Ну, как вы понимаете, опять же, это говорит о том, типа, биткоин ещё недооценён, по 100 тысяч не поздно покупать. Ну, да, конечно. Вот, коллекционер занял, получается, 3 ляма под залог криптопанков. Ну, и, как вы понимаете, взял кредит. То есть, опять же, кредиты плюс тема NFT начинает популяризироваться. О чём я говорил, что NFT будет снова качать. Вот, поэтому, вы понимаете, всё это тоже не случайно. Далее, тизер прекратил поддержку Евро-Т, то есть цифрового стеблкоина от евро. Да, и за низкого спроса и ужесточения регулирования ЕС. Ну, в любом случае, евро будет. Как вы помните, Circle тоже ещё. Евроси запускала свой. Ну, а они прекратили, не знаю почему. Но, как вы понимаете, сказали, что якобы из-за регуляторных вот этих тем. Но, как вы понимаете, ну, как бы, кто диктует условия Евросоюза? Ну, по-моему, очевидно, что США. Но на данном этапе они вот говорят, вот мы прекратили. Ну, прекратили, да и прекратили. Вообще никак не влияет. Поэтому запустят на другом блокчейне, да и всё. И на другой компании. Цена эфира приблизилась к 3700 на фоне перетока капитала из биткоина. Ну, отчасти, может, так и есть. Перелив капитала, ну и плюс ликвидации шахтов, что мы, в принципе, и увидели. Индекс страха и жадности. Кстати, у нас жадность уже по биткоину подупала. Но всё равно, как только мы пробьём сотку, я думаю, она опять появится. Потому что людишки, ну, такие существа, что именно подавать круглые отметки. Гонка продолжается. Бразилия, опять же таки, которая массово отказывается от доллара, в кавычках, предложила создать биткоин-резерк. Ну, интересно, зачем. А торговать его к чему будут? И сказали защитить от колебаний курса и геополитических рисков. Интересно, каких. Вот. А другой его функцией станет поддержка выпуска бразильского CBDC Direct. Ну, опять же таки, скорее всего, к доллару это всё будет. Bitwise запустит ETF на вас с биткоина и эфира. Хотя они уже, хер пойми, когда запустили этот ETF. Да, и вы у них на сайте тоже можете это всё увидеть, что давно это всё запущено. Но сейчас типа дублируется эта новость, что вот якобы они только-только запускаются. Плюс ещё блокчейн-платформа, эфир подпитывает стейблкоины, DeFi, NFT, токенизации и прочего. Ну, на самом деле, плюс ещё, как вы понимаете, Bitwise подавала заявку на XRP, ETP и ETF. Поэтому XRP будет тоже ебашить. Трамп передаст CFTC контроль над частью крипторынка. Вот. Ну, а CFTC это у нас, получается, комиссия товарными фьючерсами, как вы понимаете. Ну, и плюс, ну, торговыми вот этими, короче, ну, вы поняли, товарами различными. Ну, в общем, по типу СЕК организация. И, соответственно, он уже передал контроль, поэтому регуляция будет начинаться постепенно. Эксперты назвали текущий откат биткоина паузой перед ростом на 100 тысяч долларов. Ну, и, в принципе, говорит, что может быть дальнейшее там снижение. Но, как мы понимаем, что я считаю, разворот уже начат. Да, Чемпинжао видел преимущество объединения и блокчейна. И, по его мнению, оба направления хорошо подходят для работы сообща. Ну, в принципе, согласен, потому что Чемпинжао шарит. И плюс он давал некие инсайды, тренды там и так далее. Поэтому EI тоже будет качать. Далее, получается, голоснул зафиксировали продажи биткоинов долгосрочными инвесторами. Ну, и, в принципе, говорят о том, что рост биткоина избавились от значимых 507 тысяч BTC. Но, скорее всего, это были киты, которые захотели продампить цены, чтобы напугать людишек, побыть ланги. И на данном этапе нам говорят, что только в 2022 из всех торговых дней... А, только 202 дней были они выше. Ну, и, в принципе, якобы лидишки фиксируются. Ну, понятное дело, кто-то ставил себе цель сотку и продать. Но, я думаю, биток будет выше. Поэтому тут главное, чтобы вы фиксировались по целям. Я сказал, что моя цель 140-150 тысяч долларов в этом диапазоне. Ну, и плюс воименной диапазон, как я говорил, это, скорее всего, будет осень 2025 года. Поэтому я жду. Я ничего не продавал еще. И держу дальше свои монеты, как биток, так и остальные. Трезер сообщили 600% скачки спроса. То есть в 7 раз, как мы понимаем, на аппаратные кошельки. Интересно же, почему? Ну, наверное, потому что у Трезера там обновление какое-то вышло. Либо контент лучше стал, да? Ну, конечно же, рост в 7 раз на фоне того, что биткоин 100 тысяч долларов. Естественно, большинство рабов в систему побежали скупать кошельки. Ну, потому что до этого они не могли этого сделать заранее, да? Либо, соответственно, просто на медвежке закупаться. Когда был рынок в боковике на дне, то есть в 22-23, даже в 24-й год. Но, как вы понимаете, естественно, большинство людей, они стадному инстинкту повержены. И это говорит о том, что, в принципе, обычка уже полноценно идет. Потому что, когда идут активные продажи кошельков, и когда нет сокращения штата сотрудников, когда компания рассказывает о своих прибылях, то это говорит о том, что, действительно, бычка идет полным ходом. Ну, альты еще нихуя не дали, поэтому ждем. Исследования держателя Кайпкюта США берут больше ипотечных кредитов. Ну, и как вы понимаете, что людишки, они на самом деле тупорылые. То есть те, кто готовы идти на повышенный риск в плане, там, брать вот те же там кредиты, какие-то займы, там, долги и так далее, или там, соответственно, лезть в Кайпту, то, естественно, у них, ну, получается вот это вот шило в жопе, и склонность к рискам более повышена, поэтому, естественно, они готовы, получается, еще и кредитовать себя к тому же, чтобы там продать, как вы понимаете, ну, короче, говорят, что якобы долг больше, чем который был в 2020 году, ну, и плюс они готовы брать кредиты, чтобы закупаться криптой, продавать тачки, хаты, там, закладывать это все. Ну, в общем, опять же-таки, процесс, ну, получается, захода на хаях постепенно начинается. Команда Tone Foundation представила токенизированный биткоин. Ну, и опять же-таки, токенизированный биткоин, это что? Это уже, как вы понимаете, намек на CBDC, на RVA сектор, ну, и плюс, естественно, многие ныли там, что, типа, Тонкоин не растет, но, на самом деле, многие просто подзабыли, да, что Tone не особо волатильная монета, ну, и плюс он постепенно идет, медленно, но уверенно, ну, как я говорил, что ниже 4,5 долларов мы не пойдем, но многие рассказывали, что, типа, то ты что, мы чуть ли не на 2 бакса обвалимся, хотя это полная ахинея, и мы туда уже навряд ли пойдем, разве что на медвежки, и то не факт. Поэтому, естественно, большинство людей, они проебались. Виталик Бутейн пожертвовал 320 эфиров, получается, это где-то у нас лямбаксов правозащитной организации CoinCenter, ну, естественно, это на фоне того, что эфир растет, я думаю, это тоже такое позитивное подстегивание, то, что, смотрите, вот еще и благотворительность. Далее, получается, аналитики криптокванта говорят, рынок биткоина взял передышку и заявили, что на данном этапе, ну, ушел в коррекцию, и типа, отток якобы, хотя, почему тут, блядь, ETF и рынок, непонятно. Ну, и говорят, что из-за также ликвидации, ну, плеч, конечно же, мы полетели вниз. Вот, Райса и все же, говорит, Узбекистан стал лидером рейтинга принятия криптовалют, и на данном этапе у нас идет Узбекистан, Казахстан, Грузия, Кыргызстан, Армения, Азербайджан. То есть, ну, это тоже позитивный сигнал, как вы понимаете, и на данном этапе говорят, что владеют где-то полтора процента граждан. Не знаю, как они это выяснили. Далее, получается, Чарльз Коскинсон, Севада, когда она говорит, биткоин будет стоить 500 тысяч долларов в 27-м году. Я вот не понимаю вот этих прогнозов, но это, скорее всего, для того, чтобы влажной фантазией подумать, что типа, ага, ну, то есть, получается, он будет там каждый год расти будет 200-300 тысяч, продавать не надо. Ну, естественно, это все хуйня на постном масле, потому что, вы понимаете, вот эти там 27-е года, ребят, ну, это будет медвежка, 26-й, 27-й год, это, ну, короче, 27-й год, это как в этом цикле 23-й был, то есть, то же самое. Нахера ждать, сидеть и говорить, что будет стоить от 250 до 500 тысяч через 12-14 месяцев, ну, как вы понимаете, это вообще год-два, а причем тут 27-й год, непонятно. Ну, то есть, год, это, получается, 25-й, а 24-й месяца, это 26-й, осень 26-го, причем тут это непонятно. Ну, нам написали 27-й, ну, хуй знает. Далее, получается, Pantai Capital спрогнозировали Rolsto тоже, было новое, что 28-й год, какая нам, нахуй, разница 28-й год, ну, и что? Ну, 28-й, это как сейчас 24-й. И, типа, сидите, ждите до усерачки биткоина, типа, не продавайте. Ну, я понимаю, но это, опять-таки, начинается для того, чтобы вы, во-первых, покупали на хаях, что, типа, нихуя себе биток будет почти лям или полляма, ну, а, во-вторых, ради того, чтобы вы не продавали и удержали цену. Вот, далее, получается, Питер Шиф опять спрогнозировал, когда рухнет корс биткоина, да никогда, блядь, вот. Создали, что за теста биткоин, доллар, золото 1700, золото 1700, биткоин 10000, биткоин по ляму, и золото все равно 1700. Ну, действительно, так и есть, и, как вы понимаете, что крах он предрекал постоянно, и в марте 2020 года тоже говорил падение в два раза, хотя потом был рост в 13 раз, да, как вы понимаете. Ну, и говорит о том, что трехлетний план будет выполнен в 16 недель, и, типа, микростратегия рухнет, ну, полная хуйня, естественно, это все на фоне коррекции, он рассказывает этот бред, поэтому я в это не верил. Мемкоин, DogiCoin превозошел по капитализации автоконсент больше, ну, типа, ну, причем тут капа вообще, я не понимаю, тем более это не количество влитых денег. Далее, получается, курс вордкоин, ну, опять закон на хаях, естественно, зачем же еще. Цена токена вордкоин падает, несмотря на новость об экспансии в Панаму, вот, и, как вы понимаете, что на данном этапе говорят, что начнут 27 ноября уже проекты работать в Панаме, ну, и плюс, естественно, из-за того, что цена падает, люди такие, о, на новости даже не регисят, ну, все, скам монета, нет смысла держать, нет смысла покупать, но, как вы понимаете, на самом деле, нихера она не упала, она держится на месте, поэтому, если кто хотел взять, я думаю, скоро мы уже пробьем этот тур и не полетим. Поэтому монета все еще на дне, понятное дело, что самое лютое одно вы провтыкали, цена уже выросла в два раза, но даже сейчас монета на днище, ребята, если вы провтыкаете, ну, потом будете жалеть и говорить, что, типа, ой, блядь, я не успел. Ну, вот, как Арбитрум полетел уже, Старкнет постепенно стартует, ну, и, в принципе, те, кто ныли до этого и рассказывают, что все, это скам монеты, сейчас они об этом не говорят. Они идут, но просто медленно, то есть невозможно вливать все капитал одновременно, просто Крупняк сейчас тянет резину ради того, чтобы вы разуверились уже окончательно и потом погнать цену совершенно внезапно, как это всегда и происходит. Аналитики Криптоквант у нас говорят, что указывают, возможно, Росбиткоин на 146 тысяч долларов, ну, и, в принципе, сказали, что, по мнению аналитиков, говорят, что, как потенциальный верхний предел в этом цикле, в принципе, я с этим согласен. И они говорят, что в этом цикле это вполне реальная и краткосрочная волатильность, но говорят, что рынок по-прежнему демонстрирует силу отсутствия спекулятивного ажиотажа и активное накопление китами, подтверждают этот вывод. Ну, абсолютно согласен, поэтому ждем. Далее, получается, капитализация рынка стейблов достигла 190 миллиардов суммарно, да, ну, и, как вы понимаете, это говорит о том, что, естественно, стейблы печатаются, чтобы выкупать Крипту. Далее, цена мемкоина Пепе может вырасти на 45% при снижении объема торгов, но, опять, загон в Пепе, то есть, естественно, вам вот эти вот влажные фантазеры по типу малолетово будут рассказывать, что, типа, да ты что, там будет такая-то капа у Пепе, такая-то цена-то, это только начало, ребята, даже сейчас на хаях не поздно покупать, когда Пепе уже там дал хуевую тучу иксов. Ну, естественно, там и во флоке не поздно зайти, там и в бонг, блядь, и в вив. Понятное дело, что они что-то додадут, но вопрос, сколько, во-первых, да, и вопрос, нахера покупать монеты эти на хаях, если можно купить то, что на дне. То есть, что-то, то, что на дне, они вам не советуют. Интересно же, почему. Вот, топ-5 токенов для покупки взрывной потенциал. Наверное, Солана и Сьюи, да, Солана и Сьюи, о, блядь, ну, пиздец, ну, нечитаемо, да. Вот, Кардана и Каспа, ох, Каспа, да, которая дала уже 1000 иксов или 2000 иксов, не знаю. Вот, ну, Кардана тоже в рост уже пошла, поэтому, конечно, говорят, взрывной потенциал просто. Время покупать после роста. Децентрализованные социальные сети, могут ли они действительно гарантировать свободу слова? Ребят, ну, как вы понимаете, о какой свободе слова идет речь, если все абсолютно регулируется, да, в том числе, свобода слова и защита конфиденциальности должна существовать с механизмами борьбы вредоносный контент, вот, без ущерба принципов децентрализации. Ну, как вы понимаете, никакой децентрализации, там, ее не существует, как и анонимизации, потому что, в любом случае, любая биржа требует верификацию, ну, и прочие моменты. Естественно, киты управляют каждым проектом, а не то, что, там, типа, люди управляют. Ну, полный бейт. Bitwise запустила файлы для 10 криптоиндекс ETF-ов всех, да, и что же это за монеты, получается, в том числе, это идет Bitok, ETH, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Link, Bitcoin, Cash, Uniswap и Polkadot. Вот, интересно же, почему, да, и, кстати, обратите внимание, что эти монеты, в том числе, у нас находятся в топе CoinMarketCap и практически под таким же, такой же очередностью. Вот, поэтому совпадение ли это, не думаю, да, и обратите внимание, что ETH, CBC, Solana, CBC, XRP, CBC, Cardano, CBC, Valanche, CBC, Chilin, CBC, Polkadot, CBC, Uniswap, ну, как вы понимаете, DeFi-платформа тоже с токенизацией связана, Bitcoin Cash, тоже средство платежа, ну, Bitcoin, ясен хер, что Bitok это номер один монета, вот, поэтому, в основном, у них CBDC монеты, совпадение ли это, не думаю. Цена ETH восстанавливается после паники в 3000 долларов, ну, вот, уже восстанавливается, говорит, может вырасти 4, ну, хотя до этого пугали, что упадет ниже 3, ага, упало, проверяю. Celsius нас пугают, что якобы распределить сейчас, ну, поймите, FTX-ом пугали, MT-GOX-ом, сейчас теперь Celsius подключился, это рай луной там, вот, и в рамках второй выплаты кредиторам, мы говорим, что вот выплаты 127 лямов, и крах был еще в 22-м году, ну, поэтому нам говорят, что, ребята, то ты что, сейчас выплатят, и пиздец, рынок наебнется, да, мечтайте, ага. Ну, опять, пугалки на росте, отрицание фазы, а не веря, да, вот, цена HBAR выросла на 180%, но ралли может иссякнуть, ну, опять пугалки, типа, продавайте с тремя иксами. Далее, Uniswap выросла на 15%, ну, в форме оптимистичных индикаторов, да, но при этом Bitwise так не думает и инвестирует в эту монету, хоть это 0,3%, кто-то считает мало, но, как вы понимаете, это тоже показательный, может там все равно, ну, мы не знаем, во-первых, какие-то суммы, а, во-вторых, как вы понимаете, может они процентаж специально занижают, пока монета на дне, вот, CoinGeek, говорит, токены LR1 выросли на 7000% в 2024 году, LR1 и LR2, не знаю, я лично не увидел, что там что-то сильно выросло, но вот там говорят, что якобы выросло, хотя, ну, вот, блядь, вот это суть новостей, говорят, 7000 долларов, токены выросли, ну, выросла одна монета, одна, блядь, и они говорят, что вот все выросли, ну, кто все, блядь, перечислите мне, и тут они показывают, что вот одна выросла, это OM, вот, получается, IOS там дала 5x, там, Сьюи дала 5x, то там, можно было уже 8x забрать, и остальные по 2x в среднем, 2-2 с половиной, вот, ну, это полный бред, понимаете, естественно, они говорят, что вот, смотрите, ребята, вот как они интерпретируют, что типа все токены, вот все, блядь, сука, LR1, LR2 уже поотрастали в 70 раз, ну, что за бред, одна монета отросла, и это все считается, ну, вот вам вот это и мышление людишек такое-то, один кто-то сказал, значит, все так думают, вот, поэтому стадное мышление в чистом виде, Конформизм, цена ТАО выросла на 10%, укопив лидерство на ИИ, ну, опять, загон на хаяк, то есть данная монета, я ее давал еще хер знает когда, еще до роста, да, и многие блогеры Сейчас попросыпались, они создают сейчас свои ютуб-каналы, и начинают вам рассказывать, что оказывается, там, не поздно покупать монеты, ну, понятное дело, что не поздно, и парабола еще там полноценно не началась, и альты еще могут показать Даже с текущих хаев, там, десятки, сотни тысяч иксов, но, блядь, надо покупать монеты, которые еще, сука, на дне, там, больше вероятно, что ты заработаешь по максимуму, а не то, что ты, сука, взял с Юи, такой, а, ну, она ждала 8 иксов, значит, она еще, как минимум, столько же даст, а то и больше, ну, то есть, это так, блядь, не работает, понимаете, то есть, многие люди вот так вот думают, что вот, если монета растет, значит, надо ее брать, ну, то есть, это типичное хомячковое мышление, ну, вот, и то же самое, то есть, Юи почему-то не бралась вот здесь вот на дне, все считали, что там, разлоки, это скам, вот, она упадет еще ниже, там, капитализация большая, икси у фондов и прочая хуйта, ликвидности нету, ну, а сейчас почему-то ликвидность внезапно появилась, да, после 8 иксов, как же так, да, и капа уже не имеет значения, и разлоки, и все остальные моменты, и уже блогеры не пиздят, но, при этом, блогеры советовали, кстати, вот здесь они не советовали, но они советовали покупать вот здесь, там, по 2 доллара, самый прикол, и говорят, что это нормальная точка входа, типа, уже икс 2 мы словили, это, типа, нихуя себе, ну, вот, я вам могу пример очередной провести, то, что есть, ну, вот, недавно нашел канал, получается, ну, нормально все рассказывает, автор, получается, я претензий не имею, но, просто, самое забавное, вот, покупки, обратите внимание, какая цена, вот здесь была 1,8, ну, понятно, считая, на самом дне, кто-то скажет, корректно, ну, вот, и вот здесь, там, хай 2 доллара, то есть, а почему не покупалось вот здесь вот, то есть, мне непонятно, вот, а где указано на байбете, я так понимаю, и, получается, вот здесь не покупалось, то есть, не покупалось на этом нисходящем тренде, сука, давали полгода закупиться вот здесь еще, то есть, там, можно было закупаться чуть ли не 8 месяцев, но надо было закупиться 2 доллара, когда подтверждение появилось. Понимаете? Вот когда подтверждение, тогда вот самое время покупать. Ну, вот вам и показатель то, что большинство блогеров, они советуют вам покупать, либо, ну, как бы, продавать с двумя таймериксами, либо покупать уже, когда монета вернется к тем же хаям, которые были в марте. Ну, бля, ну, охуеть, инвестиционная рекомендация просто 10 на 10. Понимаете? Это просто, ну, это ж как надо шарить, чтобы так рекомендации давать. Не то, что я там на дне день в день даю. Вот. Поэтому и люди еще возмущаются. Ну, потому что, как вы понимаете, люди не умеют сами нихуя, но поэтому умеют только пиздеть. Вот. 21Шек запускает 4 новых криптовалютных ЕТП, ориентированных на токены ИИ. И это PIT, ONDA, Render и NERP протокол. Совпадение ли это? А PIT и ONDA, они еще и в партнерстве, чтобы вы понимали. Вот. Поэтому это тоже жесткий момент, то, что ЕТП, а это европейского рода, как вы понимаете, ну, в Евросоюзе ЕТФ. И получается, это тоже не случайно. Я предупреждал, что эти монеты потом будут запускаться, ЕТФ, но уже на росте. Потому что это тоже раздел RVA, CBDC и так далее. Вот. Совпадение ли это? Ну, то есть PIT, это тот же RVA, ONDA, RVA, NERP протокол тоже отчасти RVA. Ну, а рендер там ИИ. Вот. Хелиум монета подскочила до рыночной капы в 1 миллиард. Ну, опять же таки, начинается загон, естественно, на росте. Типа, вот, ребята, смотрите, какая капа большая, поэтому пора покупать. Ну, самое время, конечно. То есть, до этого не покупалась. Вот здесь вот, в донных значениях, когда там в июле монета была. Ну, а сейчас самое время, да. Вот. Что еще интересного? То, что конфиденциальная монета Zcash достигла двухлетнего максимума. Да, еще была. Объем торгов повысил 175 лямов долларов. Ну, давайте напишем Zcash, да. Ну, вот, ZEC. Давайте напишем, когда же она упоминалась. Вот, ради интереса, когда же мы могли наблюдать эту монету и когда же ее упоминали. Три месяца назад. Вот, нам говорят. Ну, естественно, пробило цену. Потом Aprivate coin может столкнуться с падением после ошеломляющего роста. Вот, прогноз цены. Получается, приближается годовым максимумом. Недельные приросты. Ну, вот, три года назад, три года назад, получается, три года назад и так далее. То есть, тишина вообще нихера не было. Ребята, вообще молчали, сидели, либо хейтили, рассказывали, что это скам монета. Старичок никогда не вырастет. И, якобы, после позитивного решения над торнадо кэшем. Причем тут, блядь, вообще Zcash к торнадо кэшу, непонятно. Вот. Ну, и, как вы понимаете, что Zcash вот подрос, и когда он уже стоит, как вы понимаете, не ТХ, а когда он уже сделал, считай, там, 4Х зна, то, естественно, естественно, когда мне вот тут говорили Саня, то Zcash по 10 долларов будет. И там многие блогеры тоже выступали с СНГ пространство. Говорили, а 10 баксов там не хуй делать. Да, проверяй, блядь. А я говорил, ребята, покупайте это дно. Но мне сказали, а не, Саня, не надо, подождем еще. Ну, ждите, блядь, хули. Вот. И, соответственно, вот здесь о совпадении ли это было 5 июля дно. И после этого мы полетели. То есть, 15 с половиной там было. И после этого мы взлетели. Финальное дно было вот здесь еще 5 октября. Ну, а 5 ноября мы уже не увидели каких-то донных значений. Наоборот, монета держалась. Вот. Поэтому, как вы видите, своеобразный график монеты могут показывать, если они идут против рынка. Поэтому, как я и говорил, что Zcash продолжаем держать. И Zcash себя еще покажет. Мне многие говорили, ой, Саня, тут 2x потолок нахуй брать. Уже 4x. Здорово. Вот. По поводу Dash то же самое. Dash еще попоет и покажет себя. Аналогично Monero. Monero я тоже миллион раз советовал. Поэтому, ну, сейчас покупать, естественно, поздно. Я уже говорил об этом. Ну, Monero еще можно взять. Более-менее в боковике еще стоит. Dash Zcash я бы не стал бы уже. Потому что рост пошел. Ну, вот. Я на росте не покупаю. Я вам говорил покупать на дне, когда он там стоял. Ну, и вот 900 дней накопления. В принципе, в боковике монета. Самое донное значение, естественно, мы провтыкали. Они были. Самое интересное, что когда весеринок рост получается тут в феврале-марте, то Monero еще давал донное значение. Вот. И вот здесь вот можно было там по 100. Кто-то долларов урвал. Мы в закрытом клубе там и по 105 откупали, и по 120. Поэтому можно было это все сделать. И, соответственно, если вы хотели это купить, то можно было сделать это тогда. Ну, и сейчас, в принципе, тоже можно это сделать. Вот. И топ-3 монеты нам советуют. Какие вещи отрасли? Это були, пай и СТНК. Ну, короче, опять достигли новых максимумов. Ну, нахуя нам это рассказывать непонятно. Ну, вот нам говорят, что давайте откроем, где интересно, вот эту були монету. А, она даже не показывается. Получается, USDT. Ну, вот USDC. На Солане она там торгуется. На DEX-ах. Вот она подлетела. И вот поэтому, да, вот самое время ее посоветовать. Мемы какие-то, которые уже дали. Иксы там 5-10 иксов, может больше. Ну, классика жанра. То есть ничего не меняется. Поэтому как-то так. Вот. Какие монеты докупать? В принципе, я могу, конечно, заснять ролик, но более подробные рекомендации, естественно, там будут в закрытом клубе. Поэтому напоминаю, что уже пару дней осталось. И 1 декабря будет повышение на 30%. И плюс, как вы понимаете, с 1 января, как я и говорил, с 1 января, то есть с начала 25-го года уже портфель будет требоваться, чтобы вступить в закрытый клуб от 20 тысяч долларов. Если у кого сейчас там десятка и выше, то соответственно можно зайти. Потому что в следующем году я уже буду принимать минимум от 20. Вот. Потому что, ну, я принял такое решение, что надо повышать ценовой сегмент. Вот. Поэтому как-то так. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok